Закредитованность населения 1% от всей кредитной задолженности населения перед банками и МФО. Соответственно, эта доля на уровне статистической погрешности. Теперь не надо забывать, что у нас есть определенные законодательные ограничения. Мы можем выдавать только на срок до 45 дней, и сумма ограничена 180 тысячами тенге. Средний чек при этом, средний размер займа, 70 тысяч тенге. При таких суммах как можно закредитовать население? Это сделать просто невозможно. Более того, совсем недавно, около двух недель назад, вышел отчет Международного валютного фонда о финансовой стабильности в Республике Казахстан. И в этом отчете только единожды сказано о микрофинансовых организациях. Потому что основная доля кредитов выдается банками второго уровня. И основная долговая нагрузка создается банками. Говорить о том, что МФО – это источник проблем, это по меньшей мере смешно. Потому что у нас есть проблемы в реальной экономике, у нас есть проблемы в безответственном, допустим, льготном ипотечном кредитовании, у нас есть проблемы в потребительских займах. И только потом мы доходим до проблем МФО. Тем самым, если мы попытаемся людей отрезать не то чтобы от МФО, а вообще от кредитов, то мы увидим реальные масштабы бедности. И это никому не понравится. С 1 апреля 2024 года в Казахстане начнут действовать новые требования расчета коэффициента долговой нагрузки. Микрофинансовые организации будут обязаны проверять официальные доходы клиента для оценки платежеспособности перед выдачей кредита. Каким последствиям приведет данное решение и насколько оно обосновано? По закону, перед выдачей микрокредита МФО должно оценить доходы заемщика и его долговую нагрузку, уже текущую, с учетом той суммы, которую он получит, если ему одобрят. Так вот, все платежи по всем кредитам заемщика не должны превышать 50% от его дохода. Это требование понятное, оно разумное, но есть одна проблема. Как минимум половина заемщиков микрофинансовых организаций не имеют официальных доходов. И поэтому оценить эти доходы микрофинансовые организации просто не смогут и будут вынуждены отказывать, ну, как минимум половине тех заемщиков, которые к ним обращаются. А нас беспокоит это потому, что, ну, часть наших потенциальных клиентов просто останутся без возможности кредитоваться, как они это делали раньше многие годы. Польза срочных займов, по словам Алексея Сидорова, заключается в их доступности. Получить микрокредит можно, как правило, по одному документу и без поручителей. Зачастую даже не нужно выходить из дома. Достаточно подать заявку онлайн и получить деньги выбранным способом в любом населенном пункте. Мы в Казахстане имеем очень много положительных отзывов. За 10 лет мы завоевали доверие потребителей, потому что они приходят, пользуются нашими услугами, оставляют положительные отзывы. И еще хочу отметить, что очень большая доля самозанятых среди нашей аудитории, к примеру, индивидуальные предприниматели, которые занимаются собственным микробизнесом. Торговля, услуги, перевозка, услуги на дому и так далее. И в трудную минуту именно самозанятым способны помочь только МФО. Когда им нужны деньги срочно, нигде в другом месте они такие быстрые деньги не получат. Они пользуются нашими услугами поэтому. Если мы начинаем, допустим, говорить о том, что мы хотим для всех решить одинаково, это неправильно. Я думаю, что у каждого, как сказал Василь, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Так же и тут. У каждого свои причины, почему он не может погасить кредит. И тут зачем нам нужен закон о банкротстве физлиц для того, чтобы человек сам пошел, лицом к лицу поговорил с кредитором и сказал, у меня нет денег, у меня есть деньги, я не могу платить и так далее. Потому что мы иначе рискуем погрузиться в такой популизм, когда всем будут прощать кредиты. Как давно Вы пользуетесь услугами микрокорезадования онлайн? Наверное, 2-3 года. Уже месяца 5-6. Онлайн корезадования очень давно, года 4, наверное, уже. Года 2 уже. Да, года 2 уже. А удобен ли для Вас лично формат онлайн? Онлайн, да. Удобный. В чем плюсы? Плюсы, например, в чем в отделение ходить, я могу дома сидеть, оформиться и на карточку все закинуть. Ну, естественно, через онлайн легче и удобнее, и быстрее, как бы говорится. Ну, во-первых, это удобно, не выходя из дома, набрал, забил сумму нужную. Ну и все, и на карту сразу поступают деньги. Как предполагают эксперты, если продолжится ужесточение требований к деятельности МФО, это может привести к их уходу с рынка. И потребители будут вынуждены брать деньги в кредит не совсем законными способами. Если микрокредит до зарплаты станет недоступен для населения, что нас ждет? Большая часть потребителей просто им некуда будет деваться. Они пойдут в какую-то серую, неконтролируемую, нерегулируемую зону, будут занимать у ростовщиков. Эти ростовщики не платят налоги, взыскивают нелегальными способами кредиты. И мы просто увидим проблему того, что люди пользуются кредитными услугами у нерегулируемых субъектов, и их права абсолютно не защищены. На этом рынке уже давно активно работают серые банкиры такие. Но я бы хотел сказать, что самая главная проблема – это когда государство обращает внимание на банки, на МФО, что слишком много выдают коротких кредитов. Это, скорее всего, говорит об обеднении населения, о том, что люди становятся беднее. Реальные доходы падают, номинальные растут. Какова ваша цель обращения за микрокредитами? Дело в том, что бывают непредвиденные обстоятельства, болезни, даже уличные штрафы, где нужно будет срочно их перекрыть. Ну, бывает всякое. Той, там, свадьба, еще чего-то, допустим. Ну, бывает иногда для нужды для дома. Маленькая. Пришла, мне нужно, допустим, 10 тысяч. Я взяла 10 тысяч. Нужно больше со ста. Могу и больше взять. Это для нужды. Вот, например, бывает в середине месяца день рождения, там, куда-то съездить или сходить. Вот такие нужды я пользуюсь. Смотрите, в банке не всегда одобряют, например. Если кредитная нагрузка, они вряд ли одобрят. А в микрозайме ты подходишь и нужную сумму только берешь. И на сколько дней тебе удобно. Ну, для разных, конечно. Ну, вот первый раз брала для ремонта квартиры. Второй раз покупка шубы была. Вот. Если вам перестанут выдавать онлайн микроизвестирование, как это отразится на вашем месте? Очень плохо. Потому что кто мне будет в долг давать сейчас? Сейчас вряд ли кто-нибудь дает в долг вообще. Ну, я лучше приду или там онлайн оформлю. Я возьму 20 тысяч, мне нужны. И все. Мягко выражайся, это очень будет тяжело мне. Очень будет тяжело. Озабоченность государства растущим уровнем закредитованности казахстанцев понятна и обоснована. Но только борьба с микрофинансовыми организациями не является панацеей. Необходим комплекс мер, включающий как контроль за деятельностью МФО, так и повышение уровня доходности населения, прозрачности малого и микробизнеса, а также повышение кредитной культуры в стране. Я бы выделил непосредственно кредитную культуру как очень большую проблему в нашем обществе. И мы понимаем, что с очень низкой кредитной культурой у нас часто будут возникать проблемы с закредитованностью, с излишним потреблением кредитных продуктов. И вот мы как отрасль, чему мы учим население? Мы учим, по сути, на небольших суммах пользоваться кредитными продуктами Более того, хочу сказать, что те заемщики, которые пользуются этим продуктом правильно, а таких большинство, около 90%, когда они отдают в срок, то их кредитная история улучшается, и они становятся более интересными клиентами для банков. Когда их потребности уже вырастут за пределы МФО, когда им нужны будут более крупные суммы, они могут уже обращаться в банк, потому что у них уже будет сформированная кредитная история. Вопрос наличия большого объема долгов у населения требует системного подхода и совместных усилий государства, регулятора и кредиторов, ведь ужесточение требований для выдачи кредитов само по себе никак не решит проблемы граждан, поскольку не приведет к увеличению доходов населения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин